Музыка Зовы меня Михайлов Владимир Петрович, я являюсь директором Дома Творчества Кордовского, который находится в старинном русском городе Переславль-Залезский, это 130 километров от Москвы. В общем, я приглашаю всех посетить этот дом, всех художников, членов Союза художников, начинающих художников, скульпторы, графики, живописцы, все здесь найдут для себя что-то очень интересное. Здесь у нас Дом Творчества спланирован и спроектирован для работы художников. Здесь минимум удобств, но это, скажем, есть творческие мастерские. Сюда можно добраться автомобильным транспортом, автобусом, который идет со Щелковского автовокзала каждый час. Здесь вы можете разместиться у нас, но места надо бронировать заранее. Запись на летнее время у нас производится с марта месяца. То есть летом сюда довольно сложно попасть, но такие времена года, как весна и осень для живописцев, это очень хорошее время. Мы приглашаем приехать в Дом Творчества не только художников, профессиональных, которые стоят в Союзах художников, в Российском, Московском, областных союзах, но также любителей, которые любят заниматься творчеством. Здесь атмосфера творческая, можно пообщаться с более высокого уровня художниками, группы, которые создают творческую атмосферу, где каждый может что-то подучиться у другого мастера. Также посмотреть город, который уникален в своем роде. Он старинный город, где находится много монастырей, четыре действующих, один как Краеведческий музей хорошего уровня, много храмов, чудесное озеро, где Петр Первый развивал русский флот. То есть потешные флотилии, которые он создавал, это было на озере Плещеево. Известная царская селедка, ряпушка, здесь вы ее можете попробовать. В этом городе родился Александр Невский. Остался храм, где он хрестился. То есть это не тронутый, там пол из мрамора, где действительно с того времени ничего не делалось. Это ходил Александр Невский именно по этим плитам. Ждем вас в гости. И желающие могут забронировать места по телефону. 48 535 код города и 238 51 телефон гостиницы. 48 535 код города, 238 51 это телефон гостиницы. Сейчас мы находимся в одноместном номере, где есть балкон недалеко от земли, это первый этаж. Два гектара территории нашего земельного участка. Есть парк Липовый, который посажен 200 лет назад. Еще до Кордовского, как он приобрел этот земельный участок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАТorzok 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 Вот дорожка, по которой ходил Кордовский. Это все сохранилось с того времени, когда он здесь жил и работал. Парк, которому 200 лет, и когда-то это были стриженные липы. То есть это очень редко было в России, где липы стригли. Их даже можно сейчас увидеть в то место, где были они стрижены. Потом поменялся садовник, и, видимо, эти липы стали расти уже естественно. Вот сейчас вырос такой парк липовых. Вот это липовый парк. Вот это липовый парк. Сзади мы видим был Кордовского, который художники много раз запечатлели. Его, наверное, выставляли на многих выставках. Это вид сзади, где его редко кто видит. Обычно проезжают по центральной улице города. Это только видно фасад этого дома. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok